МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа о работе органов прокуратуры на страже закона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На контроле заместителя генерального прокурора Юрия Пономарева продолжает оставаться расследование дорожно-транспортного происшествия в Ханты-Мансийском автономном округе, унесшего жизни воспитанников спортивной секции и сопровождавших их взрослых. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 декабря в 30 километрах от Ханты-Мансийска в дорожно-транспортном происшествии разбился автобус. В результате аварии погибли 12 человек, из которых 10 дети. Юные спортсмены, возвращавшиеся с соревнований. Для координации мероприятий на месте в Ханты-Мансийск прибыл заместитель начальника управления генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе Владимир Дроздецкий. В соответствии с поручением заместителя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Александровича Пономарева, я прибыл с целью скоординировать надзорные мероприятия, которые проводятся в этой связи. Мы должны спланировать и проверить соблюдение федерального законодательства при организации перевозок, подготовке такого вида мероприятий и понять, как нам действовать дальше с тем, чтобы предотвратить возможные трагедии в дальнейшем. В ходе мероприятий по линии прокуратуры будет проведен ряд проверок согласно подготовленному плану. Прокуратура даст оценку причинам и условиям, которые привели к смертельному ДТП и гибели людей. Владимир Дроздецкий подчеркивает, что все регламенты, необходимые для проведения таких мероприятий, в том числе их транспортного обеспечения, существуют. Их просто необходимо соблюдать. Всем нам и перед лицом вот этой трагедии нужно еще раз задуматься, насколько мы правильно подходим к организации такого рода мероприятий. Насколько мы ответственны, насколько мы вникаем в суть происходящего, насколько мы осознаем степень ответственности за порученные нам жизни. Этот год ознаменовался 40-летием с момента создания в структуре Свердловского юридического института, а ныне Уральского государственного юридического университета, судебно-прокурорского факультета. Кстати, за эти годы свое наименование изменил не только ВУЗ, но и сам факультет. Сейчас кадры для надзорного ведомства готовят в Институте прокуратуры. В Доме офицеров Центрального военного округа состоялось торжественное собрание, посвященное 40-летию со дня образования судебно-прокурорского факультета Свердловского юридического института. Ныне это Институт прокуратуры Уральского государственного юридического университета. Вниманию гостей был представлен фильм, снятый силами студентов. Судебно-прокурорский факультет всегда славился своими традициями и преемственностью поколений. В зале Дома офицеров присутствовали представители всех поколений и всех выпусков этого учебного подразделения. А всего за 40 лет было подготовлено и выпущено более 11 тысяч юристов. Я заканчивал его, все эти годы я в нем преподавал и сейчас мне посчастливилось им руководить. Я очень уважаю наших выдающихся выпускников, наших преподавателей, больших профессионалов, ну и конечно наших студентов умных, творческих, хороших, добрых, веселых, спортивных. У нас одна большая семья, семья института прокуратуры. С праздником, дорогой институт, с 40-летием. Сегодня поговорим о том, какими нормативными актами регулируется борьба с терроризмом. Обо всех законах и подзаконных актах говорить не будем, их насчитывается более 120, скажем о главных. Я бы остановился на базовом федеральном законе о противодействии терроризму номер 35 ФЗ от 6 марта 2006 года. Последние изменения в него внесены в июле 2016 года. Данным законом определены организационные основы противодействия терроризму, полномочия президента, правительства России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Предусмотрен порядок пресечения террористических актов в воздушной среде, во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, применение вооруженных сил в борьбе с терроризмом, правовой режим, условия и процедура проведения контртеррористической операции. Специальная статья регламентирует применение вооруженных сил для пресечения международной террористической деятельности за границей. Решение об их использовании принимает президент на основании постановления Совета Федерации. В настоящее время это происходит в Сирии. Кроме того, закон регламентирует ряд вопросов о ликвидации последствий терроризма и его профилактики. Федеральным законом определен порядок возмещения вреда, причиненного в результате теракта, как путем выплат со стороны государства, так и за счет средств лица, совершившего террористический акт, а также его близких родственников. В законе отражены вопросы социальной реабилитации пострадавших в результате террористического акта и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. Возмещение им вреда и их социальной защиты. Введен запрет на создание деятельности организации, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание или поддержку терроризма, совершение преступлений террористической направленности. Обределен порядок их ликвидации. Другой закон, на котором стоит остановиться, это Уголовный кодекс. Для начала, какая ответственность положена за совершение теракта? Согласно статье 205 Уголовного кодекса, совершение или угроза совершения террористического акта наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Если эти действия совершены группой лиц, повлекли по неисторожности смерть человека, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий, они наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Когда такие деяния сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии, либо с использованием ядерных и иных опасных материалов, либо повлекли умышленное причинение смерти, наказание составляет от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы. При этом у лица, участвующего в подготовке теракта, есть время на раскаяние. До тех пор, пока взрыв или другое непоправимое действие не произошло, есть возможность отказаться от преступления и избежать уголовной ответственности. В соответствии с примечанием к названной 205-й статье УК РФ, лицо, участвовавшее в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало его предотвращению. А если раскаявшийся решит задержать своих соучастников и передать их в руки полиции, его к уголовной ответственности также не будут привлекать, даже если здоровью террористов будет нанесен вред. К слову, это касается любого человека, не облеченного властными полномочиями, вставшего на пути террориста. Его права должны быть защищены в рамках закона, в данном случае закона о противодействии терроризму. К уголовной ответственности такой гражданин привлекаться не будет. Не будет, если принимаемые меры соразмерны степени террористической опасности. В соответствии со статьей 22, названного мной федерального закона, лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда его здоровью или имуществу, а также иным охраняемым законом и интересом личности, общества или государства при пресечении террористического акта являются правомерными. Эти нормы корреспондируют со статьями 38, 39 и 41 Уголовного кодекса, исключающими ответственность в случае причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, в случае обоснованного риска, когда лицо причиняет вред охраняемым уголовным законом и интересом при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели, при крайней необходимости, то есть если лицо причинило вред для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица и иных лиц, охраняемым законом и интересом, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами. Более того, для лиц, оказывающих содействие в выявлении или пресечении теракта, тем более в задержании террориста, законом предусмотрено вознаграждение. В нашем рассказе уже прозвучали слова «преступление террористической направленности». Закономерный вопрос, о каких преступлениях идет речь с точки зрения Уголовного кодекса? Их перечень довольно обширен и предусмотрен десятком статей Уголовного кодекса. К ним относятся содействие террористической деятельности, публичные призывы к его осуществлению или публичное оправдание терроризма, его поддержка и финансирование, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества, террористической организации, незаконного вооруженного формирования и участия в них, угон судна, воздушного или водного транспорта, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой. Также к террористическим, с учетом конкретных обстоятельств их совершения, могут быть отнесены захват заложника, бандитизм, организация преступного сообщества или участие в нем, диверсия, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное следствие, на жизнь сотрудника правоохранительного органа или применение насилия в отношении представителя власти. Ну и напоследок, есть ли в антитеррористическом законодательстве что-то такое, на что стоит обратить внимание всем без исключения и о чем стоит помнить всегда? Да, такой пункт есть, причем он появился относительно недавно. Федеральным законом от 6 июля 2016 года в Уголовный кодекс введена статья 205.6, предусматривающая ответственность за несообщение о преступлении террористической направленности. Согласно данной статье, несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать заявление о преступлении, о лицах или лице, которое готовит, совершает или совершило хотя бы одно из террористических преступлений, наказывается штрафом, принудительными работами, либо лишением свободы на срок до одного года. Поэтому некоторым нашим телезрителям я бы посоветовал приглядеться к своему окружению, задуматься, не подпадают ли действия окружающих под признаки подготовки и совершения преступлений, о которых я говорил выше. При необходимости следует обратиться в органы внутренних дел или другие правоохранительные органы по месту подготовки или совершения преступления лично, письменно, либо по телефону. Думаю, для любого человека было бы крайне болезненным ударом понести уголовную ответственность за преступную деятельность других лиц, о которой он просто своевременно не сообщил, оставшись молчаливым наблюдателем. С другой стороны, обращение в таких случаях правоохранительные органы может позволить предотвратить теракт и совершение других террористических преступлений, сделать его героем в глазах общественности. А в отдельных случаях, как я говорил выше, получить из средств федерального бюджета вознаграждение за содействие в борьбе с терроризмом. В Челябинске подведены итоги конкурса научных и творческих работ, посвященных Нюрнбергскому процессу. Конкурс проводился по инициативе прокуратуры области. Награды победителям вручил заместитель прокурора области Евгений Саламатов. Конкурс, посвященный 70-летию Нюрнбергского процесса, проведен прокуратурой Челябинской области совместно с Челябинской областной универсальной научной библиотекой. Победителей определяли в трех номинациях. Двух творческих – это плакат либо рисунок, а также социальный видеоролик и в номинации «Научная работа». За звание лучших соревновались студенты вузов, колледжей и даже школьники. Самой молодой участницей стала ученица четвертого класса. Что касается номинации «Научная работа», то для принявших участие в ней студентов, в том числе будущих юристов, это был ценный опыт работы с первоисточниками. Огромное впечатление это произвело. Там просто ужасные некоторые были факты, видеозаписи, которые в том числе транслировались на самом международном суде, на Нюрнбергском процессе. Также я изучал речи прокурора Советского Союза. Там очень высококлассные юристы были, и поэтому такой отпечаток наложило. Работа Алексея Великого, студента Уральского филиала Российского государственного университета правосудия, была удостоена диплома первой степени. Нюрнбергский процесс стал первым в истории, где судили преступления государственного масштаба. Все последующие, более или менее удачные попытки проведения международных судов за военные преступления и за преступления против человечности опираются именно на правовую основу Нюрнберга. Проходил действительно величайший такой процесс, процесс века, когда человечество в принципе научилось судить отдельных преступников, а это был процесс, который был на целой системе. То есть это осуждены были государственные преступления, государственные лидеры фашистской Германии. Кроме того, конкурс по замыслам организаторов преследовал и воспитательно-просветительские цели – привить молодежи интерес к истории, привлечь внимание к темам патриотизма, правового воспитания, нетерпимого отношения к расизму и нацизму. Вы смотрели программу о работе органов прокуратуры на страже закона. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин